Девушки отдыхают Входят Стефания Полозова! Эта спортсменка всегда радовала нас упорством и оточенной техникой Да ну ты не поддал тебе! Поздравляю, ты меня победила! Так, ну-ка, иди сюда! Нет, я плохо получилась! Давай, давай, давай! Красота! Какой воздух! Хорошо здесь, да? Да! Жалко, что мы не можем бывать здесь чаще! Ну что, поехали пообедаем? Не могу! Опаздывай уже! Стеф, так больше продолжаться не может! Должна от него уйти! Поехали, пожалуйста! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стефа, я не хочу на тебя давить. Ты все правильно говоришь. Я поговорю с Ярославом. Так будет правильно. Я же заслужила право быть счастливой, да? Ты заслужила это право, как никто другой. Позвони мне сегодня. Я буду ждать в любое время. У тебя сегодня дежурство, пациенты. Может быть, завтра утром? С пациентами я сам разберусь. Позвони в любое время. Я буду ждать. Хорошего дня. Игорь, привет. Привет. Что случилось? Все уже готовы. Давай быстрее. Сорок-тридцать. Сорок-тридцать. Гейм-фурак. Привет, Тёма. Курахов Назаренко. 1-0 в первом сете. Тёма. Тём, он совсем деревянный. Ты погоняй его, поразводи. Под левую, под правую. Понял? Давай, давай, давай. Время. Приветствую, Штефи. Денис Владимирович, я много раз просила меня так не называть. Жаль. Галя дала вам с сестрой такие красивые имена. В них прямо заложена установка на победу. Стефа и Мартина. У мамы просто богатая фантазия. Как видите, ни второй Штефи-Граб, ни на Братилова из нас не вышло. Не беда. В нашей семье уже есть чемпионка. Я надеюсь, Артём повторит её успех. В смысле, в нашей семье. Аут. Ай, хорош, хорош, что вы, хорош. Молодец. Годный матч. Давай. На зачете. Увидимся. Странно только, что бабушка не пришла. Она хотела. Галя хотела, но у неё срочные дела. А давай я тебя сфотографирую. Отправим ей. Ну, давай тогда уже с Денисом Владимировичем. Давайте. Очень хорошо. Сейчас мы ей отправим. Ой, а вот она. Да, мам? Я вас в машине подожду. Ну, выиграл. Чемпион. Я в машине тоже. Только хотели тебе фотографии отправить. Артёмке привет. Я им горжусь. Передай ему. Слушай, у меня сегодня небольшое торжество. Собственно говоря, почему я звоню. Мам, какое торжество? Ну, придёшь и узнаешь. Вы только не опаздывайте, хорошо? На красную. Всё, давайте. Жду. Ну, что, давай посчитаемся. Ух ты. Хорошо? Это только за одну ночь. И у некоторых она ещё в разгаре. Ну, хорошо. Наконец-то мы начинаем раскручиваться. Стараюсь, Гарина Лиловна, стараюсь. Ярослав, ну, нескромно приписывать все заслуги себе. Мне кажется, не твой вклад, мой бизнес. Ну, надо скромнее быть. На, и купи своей жене что-нибудь. На тебе. У меня очередная премия. Благодарю. Ну, какое-нибудь вечернее платье. А то у неё такой гардероб, смотреть тошно. Всё. Я побежала. Не опаздывайте. Ну, что вы. Валя, подожди, я тебе всё объясню. Не надо. Здрасте. Привет. Вы посорвались? Совсем чуть-чуть. Всё в порядке. Расскажешь? Да нечего тут рассказывать. Валик дурак и ревнует без причины. Обед готов. Осталось только разогреть. Чё, ну, оторвись от телефона хоть на секунду, а? Всё время с ним. Тебя в комнату иду принести. Ну, чё, проиграл? Да не, наоборот, первое место. Не понимаю, что с ним такое? А меня позвали на Олимпиаду по истории. Да ты что? Какая ты умница. Вот окончишь учебный год и поедешь в Берлин. Вообще, у вас такое будущее впереди. Я прям вам завидую. Угу. Особенно у Тёмки. Да и каждый по-своему талантлив. Тёма, обед готов. Брысь из стола. Я для вас, конечно, не пример. Карьеры никакой не сделала. Хотя, ты знаешь, я могла бы быть хорошим педиатром. Может, ещё не поздно начать работать? Степ, ты чего? Ну, папа и так всё время занят. Если ещё и ты работать пойдёшь. Не, не надо. Нин, что у вас с Валиком произошло? Ничего. Ой, а мы же сегодня в ресторан идём. Что мы будем праздновать? Не знаю. Вау! Да. Ты уже здесь. А я думала, что у меня будет немножечко времени выпить бокал шампанского. Ну, я шучу. Ты у меня просто, просто красавец. Так, бросай под халимаш, Денис. Всё равно буду пить шампанское теперь только с тобой. А я только за. Да. Ну, что, поехали? Поехали. Прошу. Из комнаты выйди. Нинка, слушай, загони денег, а. Я тебя потом верну. Отвянь, а. Сам в лес, сам и разбирайся. Ну, ты же всё нахер никуда не тратишь. Ну, зачем я не тебе? Тём, отвянь. Ладно. Могласики. Артём! Ау! Артём, уйди. Ты что? Мне деньги нужны. Вы что, собираетесь? Иди отсюда! Что-то, почему до сих пор в таком виде? Я не поеду. Лицо попроще? Пошёл и переоделся. Хорошо. Не слышу. Хорошо! Как твой математический конкурс? Конкурс на следующей неделе. А. Папуль. М? Мне надо ещё переодеться? Конечно, ласточка. Игорь, ну, конечно, я не передумала. Просто мама какой-то праздник затеяла. Нам сейчас выходить. Понятно. Ладно, я буду ждать. Целую. Пока. Артёма уже совсем обнаглел. Опять Хамед. Мне кажется, у него какие-то проблемы. Ты поговорил с ним? С ним же разговаривать невозможно. Между прочим, он выиграл сегодня финал. Стеф, я, конечно, очень уважаю твою мать, но её мнение о способностях Артёма в теннисе... Он очень спортивный. Да лучше бы учился как следует. А что это на тебя? В смысле? Лази. Ну, вот, примерь. Это больше соответствует случаю. Нина! Стэф, ну зачем ты? Я бы сама. Ступай, наряжайся. Спасибо. Да уж. Галь, по-моему, уже пора сообщить гостям. Давай дождёмся, Стэф. Не хочу потом отдельно перед ней отчитываться. Мне от её нотации зубы сводят. У тебя очень параллельная и высокоморальная дочь. Хорошо. Хорошо. Но может довести до инфаркта. Это да. Но, надо признаться, я сама её так воспитовала. О, а вот и они. Привет. Привет. Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Садитесь. Ещё раз толкнешь меня? Ничего ты сделаешь. Давай. Давай. Ну что, дорогие мои, наступил, наконец-то, момент сообщить вам, по какому, собственно, поводу мы вас здесь собрали. Очень интересно. Сегодня мы с Денисом заключили брак. Да, да, да. Мы поженились. И после банкета уезжаем в Рим. Ничего себе бабуля жжёт. Офигеть. Какая прелесть. Римские каникулы. Да, Леночка, да. Но всего на три дня, к сожалению, больше не получается дела. Поэтому отдыхайте, веселитесь. Мы хотим с Денисом, чтобы вам сегодня было хорошо. Ура! Официант! Петь, я тебя приличный и молча. Мам, можно тебе минутку? Извините. Дочь требует. Давай угощайтесь, угощайтесь. Мам, зачем ты это делаешь? Зачем женщина выходит замуж? Мама, он младше тебя на 17 лет. И что? Ну как? Ты же... Ты же предаешь память отца. Стефа, всё, что ты говоришь, это следствие твоей травмы. А то, что ты не смирилась с его смертью, я не собираюсь отказываться от своей жизни. И потом тебе ни в чем не упрекнуть. Я чту его память. Моя теннисная академия носит его имя. Да папа был великим человеком. А это он просто... Пусть прошлое остаётся в прошлом. Прах к праху. Да он тебя не любит. Он женился ради твоих денег и статуса. Он тебя не любит. Хватит! Остывай, перестань. Галина, вон. Поздравляю вас. От души. Спасибо. Пойдём, спаситель. ПОТНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОТНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Папа, слушай, дай денег, а? Я же тебе на прошлую неделю давал. Ты что, все уже потратил? Пап, ну пожалуйста, мне правда очень нужно. Браво! Так, вечер продолжается. Прошу всех к столу. Папа, а ты меня вообще слышишь? Я тебя прекрасно слышу, но денег я тебе не дам. Хорошо, тогда я попрошу у Гали. Даже не вздумай. Тем более сегодня. У меня тост, можно сказать? Конечно. И сейчас меня поздравят мои любимые внуки. Мы с братом очень любим нашу Галю. Мы ее не просто любим, а обожаем. Она столько всего для нас сделала. Галя у нас самая лучшая бабушка в мире. Я знаю, что ты не любишь, когда я называю тебя бабушкой. А не люблю. В общем, что я хочу тебе сказать. Я хочу, чтобы ты была самой счастливой, самой здоровой и жила долго-долго. Спасибо, моя дорогая. У меня самые лучшие внуки в мире. И самые талантливые. Темка, он будущий чемпион, теннисист. А Ниночка у нас будущий юрист. Да, собирается поступать, но юридически. Я люблю вас. И мы тебя. Спасибо. За внуков. Да, бабуль. Правда, поздравляем тебя. Будь счастлива. Спасибо. Я вас люблю. Да, я сегодня не получилась, но я достану. Да, я не знаю, когда. Скоро. Да, точно, точно. Давай. Занесите. Сынок? Как ты, Варис? Руки убери. Пойдем, и мы потанцуем. Поздравляю. Мама. Мартина? Какая приятная неожиданность. Как ты узнал? Галя. Это я ее разыскал. Пошла вон. Я не хочу тебя видеть. Леночка, ну какая свадьба без скандала? Драки не было, и слава богу. И слава богу. Вкладываем, вкладываем. Ярослав, ты там почисти документы для налоговой, хорошо? Не подведи меня. Все будет в лучшем виде. Не волнуйтесь. И узнать, чего Мартина приезжала. Что я нужна. Я думаю, она сама скоро это озвучит. Ну, в общем, я надеюсь на тебя. Хорошо? Не подведи меня. У тебя все получится. Хорошего отдыха, Галина Львовна. Спасибо. Давай. Ну что, фото на память? Так, давайте. Молодой человек. Улыбаемся. Все, отлично. Всем спасибо, дорогие мои. Все, звоните. Не пропадайте. Леночка, пока. Счастливо. 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 Все, пока. Пока-пока. 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 Держи цветы. Девочка моя, ну что такое? Все хорошо. Артемчику привет. Да? Ну, дай ее успокоить на ночь. Такой страз для ребенка. Да? Давай. Давай. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Артем, это что за поведение? Ты почему ушел? Что-то случилось? Зачем она приперлась? А, ты тоже ее видел? Видел, я больше не хочу. Я не знаю, что ей нужно, но для вас с Ниной это ничего не меняет. Ты меня понял? Ложись спать. Тёмочка, все будет хорошо, не переживай. Хватит называть меня Тёмочка. Ты слышала, что отец сказал? Ну, мне пора спать. Спокойной ночи. Я тебя люблю. Спокойной ночи. Эх, знаешь, я думал, наша свадьба хороший повод, чтобы вы все помирились. Ты, Стефа, Мартина. Да. А ты не слишком много на себя берешь? Ладно, извини. У нас нет водички. Нет, но заедем на заправку, купим. Мартина, Мартину я никогда не прощу. У тебя от мужа еще куда не шло. Они действительно плохо жили. Но бросить двоих малолетних детей, это сделала моя любимая дочь. Галь, у тебя еще есть Стефа. Угу, Стефа. Стефа с детства была амёбой. Я всю надежду в Мартину вкладывала. Я в нее всю душу вложила. А вырастила монстра, эгоистку. Ну, зато Стефа простит твоих внуков. Да. Большой подвиг. Единственное, на что она оказалась способна, выйти замуж за нелюбимого мужчину и воспитывать чужих детей. Подожди. Они что, с Ярославом не любят друг друга? А что, не видно? Да. Ладно, давай лучше подумаем о том, как мы проведем с тобой три наших дня в Риме. У нас есть какой-то план? Конечно. Какой? Сначала мы заедем к Томилиным. Они нас ждут. А потом? Ты говори, говори, я слушаю. Галя! Галь, Галь! Вот почему у нас такая странная семья? Почему странная? Просто необычная. Как думаешь, что будет дальше? Я не знаю. Но ты можешь быть уверена, что я и твой папа сделаем все, чтобы она не вмешивалась в вашу жизнь? Слушай, ну, зря ты так на Галю набросилась. Я понимаю, тебе может не нравится Денис, но главное, чтобы она была счастлива. Пожалуйста, давай не будем об этом. Хватит нам уже переживаний на сегодня. Что такое? Нина? Все хорошо. Это от стресса. Я чуть полежу. Знаешь? Ну, не знаю. Нина. Восемь лет ни слуху, ни духу. И вот на тебе появилась. Ты же ее знаешь. Мартина ничего не делает просто так. Раз приехала, значит, у нее конкретная цель. А если ее цель – это Нина Тёма? А вот об этом не беспокойся. Я давно лишил ее родительских прав. Когда? Практически сразу, как только она исчезла. Надо же, ты мне не говорил. Стефа, я много чего тебе не говорю. А мне вот нужно тебе сказать… Я… Извини. Алло. Да. Я поняла. Мама и Денис попали в аварию. Поехали? Нет, подожди ее. Ты побудь с детьми, их сейчас нельзя оставлять одних. Я поеду. Хорошо. Хорошо. Что там? Пришла в себя. Можете зайти. Кто-то один, но ненадолго. Я пойду. Ну, тогда идите за мной. Узи. Возьми. Возьми. Узи. Мамочка, я так испугалась. Со мной все в порядке. Только самолет улетел. Мам, ты прости меня. Наговорила тебе всякой ерундой, да? Прости. Это ты меня прости. Я так виновата перед тобой. Я тебя очень люблю. Так, могу вас обрадовать. Травм черепа у вас нет. Так что смело можете ехать домой. Ты, кстати, тоже. Я останусь. Я никуда не поеду. Послушайте, жизни вашей супруги больше ничего не угрожает. А вам я советовал бы выспаться после полученного стресса. И перелом это тоже не шутка. Поверьте. Денис Владимирович, вы отдыхайте. Я останусь здесь до утра. Хорошо. Вы, если что, сразу звоните мне. До свидания. Поправляйтесь. Спасибо тебе огромное. Если бы не ты. Мы просто с мамой так поругались перед этой аварией из-за ее свадьбы, что если бы с ней что-то случилось, я бы просто себе не простила. Стефан, все хорошо. Твоя мама жива и она очень быстро восстановится. Не хочу терять больше ни минуты. Сегодня же приеду к тебе. Все ночь не спал. А как мама? Слава Богу, обошлось. Выживет. Слава Богу. А Денис? Там пара ссадин, да рука сломанная. Ничего страшного. Ну, легко одевался. Ладно. Ярослав. Да. Нам надо развестись. А что случилось? Я другого человека встретила. А кто он? Он врач. Реаниматолог. Он маму спас сегодня. Понятно. Хорошо. Давай разведемся. Ну, с детьми будешь объясняться сама. Скажу сразу, я не против того, чтобы вы встречались. Но дети будут жить со мной. Слушай, я, конечно, с ними поговорю, но... Это же и от них зависит, с кем они захотят жить. Стефан. И потом... Сейчас. Извини. Да. Стефа. Твоей маме неожиданно стало хуже. Тебе надо приехать. Что? Игорь, как же? Ты же мне обещал. Что случилось? Мама. Мама. Черт. Не могу поверить. Милая. Я делал все, что было в моих силах, но... Такое было это. Стефа. Что? Я не понимаю. Врач же сказал, что она поправится. Почему она умерла? Как так получилось? Я не знаю. Ты что здесь делаешь? Я не могу ей не позвонить. Умерла? Умерла? Ты мне за это ответишь. Можно я побуду с тобой? Мартин, уйди отсюда! Так. Поступила с ушибом грудины, переломом ребра, травмой головы. Потеря сознания вызвана резким понижением давления и уменьшением объема кислорода в крови. Ну, что я могу сказать? Не самый сложный случай. Игорь, давай вспоминать, что ты ей колол, какие процедуры делал. Все по порядку. Да что вспоминать, Павел Иванович. Я действовал строго по протоколу лечения. Алексеев, да я и сам с трудом верю в то, что ты со своей квалификацией и опытом работы не мог справиться с рядовыми травмами. Не смог. Ну, факт остается фактом. Пациентку мы потеряли. Значит, в чем-то ты ошибся. Ошибся. В чем? Ладно. Дождемся, что нам покажет скрытие. Пока свободен. Иди домой. Ты же обещал, что она будет жить. Почему? Это ты, это ты во всем виноват. Простите, мне очень жаль. Что же ты за врач? Врач. Следователь Ивашенко. Веду расследование о ДТП, в котором погибла Полозова Галина Львовна. Вы, я так понимаю… Я Игорь Алексеев. Я реаниматолог. Это он убил мою жену. А вы муж покойный. Вы были за рулем. Мне нужно задать вам пару вопросов. Да, конечно. Подготовьте, пожалуйста, историю болезни для следствия. Хорошо. Степ, я не верю. Правда не верю. Она была самой жизнерадостной, самая счастливая. Тише, тише, тише. Она одна меня понимала. Тёмочка. Не папа, не даже ты. Тёмочка. Так, собрались. Артём, я понимаю, всем тяжело. Но гимназию никто не отменял. Даю вам один день, а завтра вперёд. Ребята, идите позавтракать. Завтрак на столе, хорошо? Давайте. Ты всё ещё собираешься уйти к нему? К человеку, который убил твою мать? Ты сможешь с ним жить? Я тебя очень прошу, двойнись сейчас. После свадьбы мы ехали в аэропорт. Гале стало плохо. Я отвлёкся. Потерял управление. Вот и всё. Вы зарегистрировали брак буквально перед смертью Полозовой. А как долго были вы отношения? Двадцать с половиной года. А почему решили пожениться? У вас большая разница в своём возрасте? Была какая-то конкретная причина? Никакой. Просто любили друг друга. А врачный договор заключали? Мы собирались, но не успели. Но его же обычно до свадьбы подписывают. Я не знаю, как это делается. Этим всем занималась Галя. Но он существует. Это может подтвердить юрист и зять Галя Ярослав Курахов. Хорошо, обязательно с ним свяжусь, но всё же в общих чертах. Каковы были условия договора? По сути, какая разница? Вы в чём меня подозреваете? Нужно так реагировать. Я задаю закономерные вопросы, учитывая, что Галина Львовна была состоятельной женщиной. Бедный Игорь Николаевич. Да уж, влип так влип. У каждого врача есть своё кладбище. Это неизбежно, к сожалению. А кто главврач? Вы? Рудько Павел Иванович. По какому вопросу? Очень приятно. Я зять покойной Галины Львовны Полозовой. Я вас слушаю. Павел Иванович, вы прекрасно знаете о том, что здесь случилось. И я прошу, нет, я требую, чтобы вы уволили врача Алексеева. О, подождите. Причину смерти вашей тёщи пока ещё не установили. Причина в том, что здесь работают дилетанты. И если администрация клиники не примет меры, то эти меры приму я. Связи и средств у меня достаточно. Да, и передайте господину Алексееву, чтобы не вздумал манипулировать моей женой. Я думаю, лишние проблемы ему не нужны. Хорошо, я передам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сам понимаешь, я просто вынужден тебя уволить. У меня нет другого выхода. Понимаю, Аполлоныч. Иначе Минздрав уволит меня. Да чего там, клинику закроют. Плюс у Полозовой такие родственники. Сегодня приходил ее зять. Не дать, не взять. Рассказывал, какой он крутой, что ради своей тещи и жены он пойдет на все и до конца. Зять? Зять. Ну, ладно. Ты это, держись. Я пойду. То есть это означает, что в случае развода или внезапной смерти одного из супругов каждый остается при своем? Совершенно верно. А вам известно, почему Полозова и Кровец не подписали его? Ну, я точно не скажу. Но, насколько я помню, Денису не нравились условия. Угу. А завещание Полозова оставила? Даже и не знаю. Если оно и есть, то составлял его не я. Спасибо, Ярослав Артемович. Можете идти. Всегда рад помочь. Что скажешь? Ну, похоже на то, что Кровец все-таки избавился от своей немолодой супруги. Классика жанра. Угу. Мы в кино с тобой пойдем сегодня? Не могу, Анечка. Нужно еще поработать. Тебе, кстати, тоже. Угу. Установи-ка мне местонахождение Кровца. Хорошо, мой капитан. Выполняю ваш приказ. Угу. Где была? У меня новости. Этот следователь Ивашенко подозревает Дениса. Он мог специально подстроить аварию, чтобы избавиться от Гелены Львовны. Что вполне может быть, договор они подписать не успели. И хотя бы с Мартиной прямые наследницы, ему все равно перепадает очень, очень приличная сумма. Все-таки ты была права. Этот брак был ошибкой для твоей матери. Денис ее использовал. Использовал и убил. 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 В чем дело? Стэф, я все понимаю, но может не стоит травмировать детей еще и нашим разводом? Ты меня слышишь? Давай без этих демонстраций. Демонстраций. Я остаюсь, но это не значит, что я остаюсь с тобой. Выключи свет, пожалуйста. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет. Добрый день. Рудольф Львович, приветствую. Проблема исчерпана, я вас уверяю. Алексеев здесь больше не работает, а впредь мы приложим все усилия, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Я поставлю на рассмотрение вопрос о том, чтобы лишить Алексеева квалификации. И думаю, коллега не будет против. Ну? Говорите, он больше здесь не работает, Павел Иванович? Добрый день. Я пришел объяснить, ситуация вокруг полузова неоднозначная. Я кое-что выяснил. Ты что себе позволяешь? Ты меня под монастырь хочешь подвезти, да? Уходишь? Дайте мне договорить. Ребята, охрана, я прошу вас, выведите его отсюда и больше не впускайте. Там не было врачебной ошибки, я могу вам это доказать. Да, но не здесь и не сейчас. Вам сюда. Я любил ее. Как еще объяснить? Я жизни без нее не представляю, а вы тут со своими обвинениями. Бред какой-то. Это был несчастный случай. Да, я виноват, что не справился с управлением, но я клянусь, не хотел ее смерти. У меня не было, как это по-вашему, мотива. Но мотив налицо. Ну да, конечно, налицо. Только вы не все знаете. Так просветите. Для этого мы тут и сидим. Послушайте, я тоже обеспеченный человек. Мне, Галина, деньги не нужны. Вы можете поверить, у меня несколько квартир в центре от родителей досталось. После всех десять лет прожил во Флориде. Преподавал в теннисной академии. Вы знаете, сколько там зарабатывает тренер? Так а что же вернулись? Из-за Галии вернулся. Мы, кстати, там познакомились. В Америке она приезжала в гости к подруге. Влюбились. Правда, она не захотела ко мне переезжать. У нее тогда были какие-то проблемы финансового характера. Я помог. Интересно, а ее родственники знают об этом? Нет, она не хотела им говорить и меня просила молчать. Почему? Характер, знаете, всегда должна быть на коне. Хорошо. Мы проверим эту информацию. Конечно. Проверяйте. Только прошу вас, отвезите меня на ее похороны. Я должен с ней попрощаться. Прошу вас. Здорово, Олень. Здорово. Помощь твоя нужна. Давай только быстро, у меня летучка. Да подождет твоя летучка. Я видел результаты вскрытия Полозовой. Еще раз все проанализировал. И мне кажется, у меня появился шанс доказать, что я не виновен в ее смерти. Ну, а я что могу сделать? Меня Рудько уволил. У меня теперь доступа нету. Ради меня. Подними историю ее болезни. Анализы, обследование. Ладно. Только между нами. Спасибо. Пожалуйста. Обращай, мамочка. Ладно. Да. Давай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что за цирк? Пойдемте. Денис, дорогой мой. Зачем вы сюда его привезли? А вы знали, что два года назад Кровец серьезно помог Галине Львовне, когда у него были финансовые проблемы? Как юристы должны были знать, правильно? Разумеется, я об этом знал. Но мне не сказали, почему. Потому что вы меня об этом не спрашивали. А разве это как-то оправдывает убийцу? Примите мои соболезнования. Я не убивал ее. Спасибо, что пришли. Как же иначе, Стэфочка? Хорошо, Галю помянули. Даже на душе как-то легче стало. Завтра пойду свечку поставлю. Тетля, спасибо. Вы очень помогли. Вы к нам заходите, я вам всегда рада. Увидимся. Стэф, поехали со мной? Куда? В отель. Здесь недалеко. Серьезно хочешь поехать с ней? Поезжайте с папой. Так нужно. Я хочу все выяснить. Как дети? Выросли. Да чего же ты все-таки похожа на мать? Да нет, я папина дочка. Это ты ее копия. Раньше была. А теперь я изменилась. Даже любовь к ее теннису прошла. Помнишь, как она впервые привела нас на корт? А ну давайте. О! Что? Левша, стопроцентная, видишь? Ну, что такое, а, Стефания? Ну, откуда у тебя руки растут? Слушай, прекрати. Ой, я не могу. Она просто еще младше. Ну да. Мартиночка, давай. Мама тобой очень гордилась. У тебя был настоящий талант к спорту. Тема такой же. А у тебя был талант к рукоделию. Помнишь, что ты подарила мне на 15-летие? Нет, что? Да. Ну, мама мне еще тогда запретила с Илюшей встречаться. Помнишь? Что тебе мама сказала? Что Илья отвлекает меня от тренировок. И что он вообще мне не пара. А я его люблю, Стевка. Так люблю. Не реви. Мне есть для тебя кое-что. С днем рождения. Какая прикольная. Класс. Спасибо. Зайка, он будет твоим талисманом и будет помогать тебе выиграть на соревнованиях. Спасибо, сестричка. Как же я тебя люблю. Вот. Обалдеть. Я думала, ты ее давно потеряла. Всегда с собой хожу. Может, скажешь, наконец, зачем ты приехала? А давай ко мне зайдем, а? Илья, вот. Пап, слушай, а можно я пойду прогуляюсь, а? Хочу один побыть. Хорошо, только недолго. Привет, что ты такой, Мэнн Блэк? У меня бабушка умерла. Прости, сочувствую. Достал? Слушай, ну, пока не получилось, но… Уговор, помнишь? Будут деньги, дам тебе шанс. Маш, Маш, послушай, я знаю, как найти деньги. Правда, я помню код от папиного сейфа. Хорошо. Ну, проходи. Так вот, я жила в Португалии. Океаном. Солнце, воздух, вода. И не одна. С Димой. Он преподавал серф. Мы даже открыли свою школу. И наши дела шли очень хорошо. Я ему помогала и… Была счастлива. Ну, до поры до времени. Бросить двоих маленьких детей и жить безмятежно – даже счастливо. Лично я больше не знаю, кто бы так поступил. Ты всегда делала то, что хотела. Жила исключительно для себя. Слушай, Стефа, ты можешь не стараться. Жизнь меня и так наказала. То есть расставание с неким Димой стало самой страшной карой? Просто мы очень разные. Тебе меня не понять. Но ты права. Пришло время исправлять ошибки. Я хочу вернуть Нину и Артема. У тебя все просто. Захотела – бросила, захотела – вернула. Только ничего не получится. Ярослав лишил тебя родительских прав. Тебе это удалось? Не только у твоего мужа есть связи. Я их тебе не отдам. Они и не захотят. Они тебя ненавидят. Посмотрим. Только я тебя прошу, давай быстро. Так, 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 так. Ну вот, видишь? Адреналин 600 микрограммов. Потом кровотечение остановилось. Мы не просто действовали по протоколу. Мы действительно предотвратили все последствия катастрофы. Ты понимаешь, что это значит? Что она умрала от чего-то другого. Именно. Смерть Галины вызвана не травмами от аварии. Ну, давай. Есть. Так. Так. Блин, а что, денег совсем нет, что ли? Ладно, хоть новый-то. Что она сказала? Все, как я предполагала. Она приехала за детьми. Представляешь, у нее на руках решение суда. Она восстановилась в родительских правах. Вот же тварь. Ничего, я найду, кому она дала денег, я обрежму ее. Подожди, нам нужно теперь решать, что делать дальше? Ну, крови она, конечно, нам попьет, но детей отобрать не сможет. Когда дело дойдет до суда, там будут учитывать все обстоятельства, а они не в ее пользу. Алименты, участие в воспитании, забота о здоровье, ну и так далее. Ну, а если она и там все решит? Стефа, не волнуйся. Мы с тобой в сильной позиции. Главное сейчас быть вместе. Стефа И самая лучшая мать на свете. Мы с тобой вместе, потому что так сложились обстоятельства. Но то, что нас с тобой связывает, может быть гораздо важнее любой романтики. Вырастить двух прекрасных детей – это огромный труд. И мы молодцы, мы справились, потому что мы вместе. Нам не надо разводиться с Тэфом. Ты мне что-нибудь ответишь? Да, мы сейчас должны быть вместе. Но я тебя очень прошу, будь помягче с детьми. Им сейчас очень важна наша поддержка. Да. Хорошо. Нина, ты там? Ты долго? Доброе утро. Доброе утро. Привет. Привет. Ну, сегодня поешь нормально. Не могу, у меня есть тренировка, потом надо еще к первому уроку успеть. Ага, хорошо. Вот, все, я убежал. Хорошего дня. Взаимно. А почему опять в обуви по квартире? Нинка, выходи, там завтрак на столе. Хорошего дня с вами. Взаимно. А куда это он так рано? На тренировку. А, ну да. Ладно, я в душ, опять не выспался. Нина? Ты что, не нажила сейчас? Эй, что случилось? Все хорошо. Ну, я вижу, что ты врешь. Спасибо. С Валиком поссорились? Ну, помиритесь еще. А даже если не помиритесь, ну, это же не конец света. Может, это не твой человек просто. Я залетела. Что? Я беременна. От кого? От Валика? Он знает? Он меня бросил. Он тренировал меня к Дане, но у меня, правда, ничего с ним не было. Нет, да как ты умудрилась? А ты вообще о чем думала? Я не знаю. А что теперь будет? А я же всех подвела. И тебя, и папу. Ты меня теперь ненавидишь, да? Не нужно было тебе рассказывать. Все, все, все. Подожди. Ты умница. Ты молодец, что мне рассказала. Молодец. Сейчас, значит, что нам нужно взять себя в руки и понять, что делать дальше. Так, когда ты узнала? Вчера я сделала тест. Стеф, только о папе не говори. Не скажу ничего. Поклянись. Клянусь. Может, ты не пойдешь сегодня в гимнадию? Нет, тогда папа точно все поймет. Все хорошо, правда. Что? Этого еще не хватало. Привет. Привет. Ну? Держи. Классный ноут. Мог бы и раньше припереть. Чего так долго думал? Ладно. Сегодня-завтра загоню, даже знаю, кому. Подожди меня здесь. Не в лице же с ним. Ну, между прочим, Шурик, ты мог бы радовать так меня и почаще. Ну, Аннушка, ты же знаешь, у меня не всегда есть свободное время и… Разрешите? Вы ко мне? Да, к вам. Мне нужно срочно поговорить с Денисом Кравцом. Это может изменить ход расследования. Су**кин сын. Старпа! Что случилось? Ничего. До вечера. А ты нормально на тренировку пошел? Не рано для свиданки в восемь утра? Не рано. Я понимаю, тебя валик бросил, но завидуй молча. Маш, иди уже отсюда, а. Артем. Нина. Мне нужно вам все объяснить. А нам нужно учиться вообще-то, если забыла. Пожалуйста. Артем, ну подожди, мне интересно, что она скажет. Ну, хорошо, давай послушаем. Постарайтесь вспомнить, сколько прошло времени с момента, как она стала задыхаться до момента, как она потеряла сознание. Я вам все уже описал. Несколько секунд, она задыхалась. Несколько секунд. Я так и думал. Смотрите, ее травмы от аварии не были смертельными. Я все сделал по протоколу. Динамика была позитивной. Хуже ей могло стать, только если бы у нее была какая-то хроника. Ну, сердце, печень, почки. Я проверил ее историю. Никакой хроники не было. Все чисто. Остается один вариант. Ее отравили. Но в крови ничего такого обнаружено не было. Да, но бывают такие препараты, вы должны знать, которые выводятся из организма буквально за несколько часов. Их наличие в крови настолько ничтожно, что обычным клиническим анализом их просто не обнаружить, а последствия для пострадавшего смертельны. Я в курсе. Вспомните, что она ела или пила на вашей свадьбе. Да что и все. Закушки, торт, шампанское. Ведь со мной же все нормально. Как и с другими гостями, насколько я знаю. Все это бред. А вот вы просто выгораживаете себя. Серьезно? Да. А по-моему, от этого зависит и ваша судьба. Вы по дороге в аэропорт. Может где-то останавливались, с кем-то общались? Да нет. Вот только вспомнил Мартина. Мартина – это ее блудная дочь. Она подарила нам с Галей ящик португальского вина. Правда, я не помню точно, пила ли Галя. За вашего отца я ушла замуж из благодарности. Никогда его не любил. Просто он спас меня от тюрьмы. То есть ты еще чуть в тюрьму не залетела, да? Святая женщина, да, Нина? Я любила риск. Гоняла на автомобиле, занималась экстремальными видами спорта. И в один момент это плохо закончилось. И не только для меня. Парень выжил. Но меня все равно судили. Ярослав был моим адвокатом, и он мне даже поначалу понравился. Такой умный, интересный. Главное влюбленный. Поэтому, когда он предложил мне пожениться, я согласилась. И вот тут началось. Он хотел, чтобы я сидела дома и вила гнездо. А мне хотелось путешествия, спорта, драйва, жить мне хотелось. Понимаете? Ну, я, конечно, поначалу ему борщи варила, но список его требований был бесконечен. Еще ревность. Он мне такие сцены закатывал, что просто… В общем, я решила развестись, но Ярослав смог убедить меня, что рождение ребенка спасет наш брак. Вот так появились вы. Я так хотела любви и счастья. Когда вам исполнился год, я встретила Дим. Так, стоп. Ну все, дальше тупо неинтересно. Все, как и говорил отец. Она тупо променяла на своего любовника. Артем, не перебивай. Ты идешь? Нет. Ты серьезно будешь слушать весь этот бред? Да. Слушай. Нин, ну я… я правда не сразу ушла. Мне понадобилось очень много времени, чтобы принять решение. Почти шесть лет. Шесть год. Ну все, это при том, что я его любила так, как никогда и никого. И Дима меня все это время ждал. Ну а потом случилось то, после чего я поняла… Это конец. Понимаешь, жизнь очень редко предлагает простые решения. Ты делаешь выбор, а потом уже сложно что-то изменить или… Или хотя бы объяснить, но я попыталась. Я знаю. Жить очень тяжело, иногда хочется… Малышка, у тебя все хорошо? Я беременна. Одной бутылки не хватает. Вы заберите на экспертизу. Ну вот. А муж говорит, не притрагивалась. Привет. Стеф, я не виноват в смерти твоей мамы. Если Ивашенко мне поможет, я это докажу. Галину Львовну отравили. Как? Кто? Пока неизвестно, но Ивашенко вроде толковый следователь. Я думаю разберется. Когда это докажет, мы можем наконец быть вместе? Я не знаю. Я понимаю, ты сейчас переживаешь по поводу смерти своей мамы, но… Просто разреши мне быть рядом, я хочу тебе помочь. Сейчас я должна быть со своей семьей. Стеф, ну миллион раз мы об этом с тобой говорили. Ты своим чувством долго себя в тупик загоняешь. Ты не должна всех и все тащить на себе. Ты понимаешь, что счастье – это не преступление, это не предательство. Это нормально, это естественно. Стеф! Там она начинается. Алло. Да. У мамы было завещание? Нет, Стэф, я тоже ничего не знал. Я понятия не имею, почему мне она об этом не сообщила. Как отравили? Подожди, откуда информация? А, Игорь сказал. Ну, ясно. А следователь знает? Да, вот это новости. Я перезвоню. Давай. Давай. Привет. Где мой ноутбук? Какой ноутбук? Ты взял мой ноутбук. Где он? Ты его продал, подарил. Кому? Ты оглох? Ну-ка, сядь в машину. Да, что ты творишь? Мне же больно. Сядь в машину. Никуда я с тобой не поеду, ясно? Артем! 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 Тихо, тихо, тихо. Мама спит. Она, кстати, нашла молод и теперь с меня не слезает. Держи. Слушай, ты что, до сих пор его не продала, что ли? Пока не получилось. Засада, ну скажи, что я тебе его подарил. Не верит. Ну, хочешь, я за завтраком сам все объясню. В смысле за завтраком? Ты тут ночевать собрался? Слушай, если можно, то да, потому что мне сейчас домой вообще ехать не особо. Особенно после того, как папаша не подстоял. А твои сюда не заявятся? Учти моей маме, нельзя нервничать. Да не переживай, они вообще тебя не знают. Я им никогда не рассказывал. А Нина не сдаст? Да нет, как бы мы с Нинкой не цапались, она никогда меня не подставит. Хорошо. Постерю тебя в гостиной. На основании того, что я являюсь официальным доверенным лицом Галины Полозовой, собрал вас для того, чтобы огласить последнюю волю покойной. Галина Львовна обращалась ко мне где-то за полгода до своей трагической гибели. Ну, что все готовы? Я могу приступать. Я Полозова Галина Львовна, 1963 года рождения, находясь в здравом имении твердой памяти. Данным документом подтверждаю, что в случае моей смерти все мое движимое и недвижимое имущество... Далее детально. Квартира по адресу улица Кумечко, 27. Загородный дом по адресу улица Садовая, 5. Ну и так далее. Здесь остальные адреса квартир, домов. А также... Теннисная академия имени Юрия Полозова в равных долях переходит в собственность моих внуков. Курахова Артема и Кураховой Нины. До наступления их совершеннолетия распорядителями имущества будут являться Курахов Ярослав Артемович и Полозова Стефания Юрьевна. Как интересно, мама все решила. Гражданка Полозова, я вынужден вас задержать. Меня? За что? Куда вы ее везете? Ваша сестра подозревается в убийстве вашей матери. Да вы что? Что происходит? КОНЕЦ 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 Должна поехать и разобраться, почему ее задержали. Стеф, не волнуйся. Все выясни. Артем дома не ночевал. Я заглянула в комнату, а там даже постель не разделена. Телефон выключен. Надо, чтобы в полицию уехать. Подожди. Нина, скажи, пожалуйста, ты не знаешь, где может быть твой брат? Я не знаю. Нина, подумай. Может у него девочка появилась? Да я правда не знаю. Вот тут остановите. А сделайте кадр ближе, пожалуйста. Да, сейчас. Спасибо за помощь. Эта запись мне будет нужна с собой. Хорошо, забирайте. Здравствуйте. И снова здрасте. Вы, наверное, по делу Мартины Полозовой? И по этому делу тоже. Вы не сказали, на каком основании задержали мою сестру. Стефания Юрьевна, основания для задержания есть. Только право распространяться о них я не имею. Что ж это такое-то? Одна беда за другой. Сначала мама, теперь… Тема, Нина, Мартина. Это же… Нина и Артем, это же ваши дети. Что с ними не так? Да вчера утром сын ушел в гимназию, он до сих пор не появлялся. На звонки не отвечает, друзья ничего не знают. Ну да. Классика жанра. Двадцать четыре часа прошло? Да. Ну тогда он в пятый кабинет, там примут заявление. Спасибо. Ты упомянула Нину? У нее что, какие-то проблемы? Да нет, она просто переживает по поводу возвращения Мартины. Тут еще и Тема. Ничего, вернется Тема. Но разговор у меня будет с ним серьезный. Что, в первый раз? Да нет, не в первый. Работай, работай, раз я из тебя в гимназию не пошла. Да ладно тебе, ну один день всего лишь. Не страшно. Тебе может и ничего, а мне потом догонять. Ну не мог я сегодня туда пойти. Ну и сколько ты будешь прятаться? Твои родители, скорее всего, уже заяву написали. Маша, ты не в школе? Тебе нельзя пропускать с твоими оценками. Я себя плохо чувствую. Да, а что с тобой? Голова пылит. Ты не ложись, а мы с Темой обед приготовим. Знаешь, как он готовит? Шеф-повар. Пусть мне Тема лучше объяснит, где он взял этот ноутбук. Так это мой. Я сам скопил. Мне родственники денег надарили, вот и я… Точно? Ах, не нравится мне все это. Еще втянет тебя в какую-то историю. Мам, никто никого никуда не втянет. Не волнуйся. Тема, родители твои знают, где ты? Мам, знают. Иди ложись. Хочешь, я тебе фильм какой-нибудь найду? Сама. Спасибо. Спасибо. Слушай, а что с ней у тебя? Февматоидный артрит. Так вы одни живете? Да, одни. Папаша ушел еще до того, как она заболела. Ушел к одной молодой телке. Ну что, просто ушел не помогает, что ли? Почему? Помогает. За гимназию платит, мамины лекарства дает. Просто у него зарплата не очень. Да. Теперь я понял, для чего тебе нужны деньги. Что ты ее два часа ковыряешь? А ну, давай сюда. Да, я вам почти до чистил уже. Да, ну, давай сюда. Валик, ну, подожди. Чего ты весь день от меня бегаешь? Давай поговорим. Идем. Что хотела? Спросить, что мне делать. А я откуда знаю? Раньше надо было думать. Вообще-то, нам обоим надо было раньше думать. А теперь все так, как есть. Ну, вообще-то мы уже не вместе. У меня не было ничего сда, не правда. Ты мне веришь? Ну, допустим. Только вот я не могу понять, а что это меняет? Ну, как? Мы могли бы быть вместе. Я, ты и наш ребенок. Да ты что, Курахов? Какой ребенок? Тебе пятнадцать, мне семнадцать. Я к такому раскладу вообще не готов. Короче, решай сама. Способы есть. Здравствуйте, Ярослав Артемович. Добрый день. Да, у Галины Львовны были свои маленькие секреты. Это казино. Не могу поверить. Мама с ее высокими принципами и порядочностью. И вдруг подпольное казино. Зачем ей это было нужно? Разве мало приносит теннис на академию? Стефа. Это несравнимо. Ярослав, я не смогу вести этот так называемый бизнес. Тебе не придется. Этот бизнес буду вести я. Стеф, поверь. Это казино обеспечит нашу семью нам много лет вперед. И когда детям исполнится восемнадцать, я все передам им в лучшем виде. Подожди, ты хочешь, чтобы Нина с Темой этим занимались? Конечно, нет. Но пока это не актуально. Слушай, я что-то совсем запуталась. Мне нужно как-то... Мне нужно побыть одной. Пожалуйста, дай знать, если Тема объявится, ладно? Конечно. Игорь, привет. Ты можешь со мной встретиться? Нет, прямо сейчас. Да, так и есть. Восемь лет жила за границей, а теперь решила вернуться. Что вас удивляет? Поподробнее. Причин и повод. Это вас не касается. Угу. Касается, к сожалению. Расскажите мне все о португальском вине, которое вы подарили вашей матери в день ее свадьбы. Вы хотите сказать, что это я отравила? Убила собственную мать? А зачем? Из-за наследства? Я вас разочарую. По завещанию все отошло моей сестре и моим детям. Ну, пока завещание не всплыло, вы этого знать не могли. Верно? Готово. Смотри видео с камеры. Интересно. Что скажете? Ну, это не я. Да вы что? Да. Саш, заедь к нам сегодня. Нужна твоя помощь. Хорошо. Освобожусь сразу к вам. Что там опять? Потом. Я передаю дело в суд. Спасибо, что пришел. Я даже предположить не могла, что у мамы был какой-то нелегальный бизнес. Я, по идее, в полицию должна сообщить. Но как? Это же бизнес моей мамы. Прости, но какое теперь это вообще имеет значение? Большое. Я теперь повязана с Ярославом. Он сказал, что все возьмет на себя. Ну, хорошо. Будешь платить ему зарплату. Наемный менеджер – это нормально. Ты же ему доверяешь? Доверяю. Несмотря на кучу его недостатков, он надежный человек. Он никогда не подводил ни маму, да вообще всю нашу семью. Ну, это прекрасно. Сможешь наконец переехать ко мне. С чистой совестью. Ну, не будет же он тебя удерживать. Он умный, поймет в конце концов. Не знаю. Поймет, поймет. Тем более, ты сама говорила, что вы никогда друг друга не любили. Да дело же не только в любви. Все… Все очень запутанно. Так, пойдем-ка посидим где-нибудь. Я думаю, что нету проблем, с которой мы вдвоем не справимся. Коллеги, в связи с последними событиями, управление нашим заведением я вынужден взять на себя. Да. По всем вопросам теперь ко мне. Выручку тоже мне проверять все буду лично. Это ясно? Да, Ярослав Артемович. Да. Штат сотрудников придется сократить. Столько персонала мне не нужно. Извините. А можно узнать прямо сейчас, кто из нас вылетит? Окончательное решение я приму через неделю. Кто проявит себя хорошо, тот останется. Ну, а кто не очень, я без сути. Когда Мартина сбежала из дома, мама возненавидела ее. Перестала видеться с Ярославом, с внуками. Она вообще запретила произносить ее имя при ней. И ты, конечно же, бросилась помогать брошенному мужу и детям, да? А у меня не было другого выбора. Молодец. Привет. Смотри, кого я тебе принесла. О, какой новый друг у нас. Как вы? Плохо. Врачи говорят, что это надолго и, может, даже на всю жизнь. Не надо расстраиваться. Все будет хорошо. Мы справимся. Мы поставим его на ноги. Нравится тебе? Как назовем? Подумай. Мифка. Мифа? Мишетка. Спасибо тебе. Если бы не ты, наверное, с ума сошел. Вот какая женщина мне нужна. Тему выписали, ей нужно было продолжать лечение амбулаторным. Он плохо ел, плохо спал. О Ниночке нужно было заботиться, а Ярослав не справлялся. И да, я… Я переехала к ним. А потом как-то… Начали жить по инерции. Тёма поправился и… Перерос осну. Ниночка отличницей стала. А мы продолжали изображать счастливую семейную пару. Ради идти. Они ко мне так привязались, да и я к ним. Я… Ты понимаешь, я… Я просто не понимаю, как я могу сейчас за тетей. Вы не чувствуете. Особенно сейчас. Нина беременна. А Тёма из дома сбежала. Вот этот поворот. Это… Все плохие новости? М-м-м. Мартина хочет их отобрать. Но в сложившейся ситуации вряд ли у нее это получится. Я не верю, что она убила маму. Допустим, что Мартина не причастна к смерти Галины Львовиной. Но… Ты думаешь, дети захотят с ней остаться? Нет, они не хотят. Ну, кто знает, может, она их когда… Убедит. Стефа, давай решать проблему по мере их поступления. Ну, надумать можно всё, что угодно. Извините, что помешал. Я хотел попросить прощения. Я был неправ. Выходит, я зря на вас нападал. Да ничего, бывает. Да нет, нет, правда. Если бы не вы меня, тогда точно посадили. Стеф, мне жаль, что с Мартиной всё так. Да, по поводу квартиры. Я на следующей неделе выеду, и она будет полностью в вашем распоряжении. Денис, вы меня простите. Я несправедлива была к вам. Да, я всё понимаю. Знаете, а я рад, что вы вместе. Вы друг другу очень подходите. Хорошего вечера. Да. Доброе утро. Доброе утро. Давайте ещё одно. Ой. Молодой человек, ну. Улыбаемся. Дежурный! Дежурный следователя позовите! Ну, пожалуйста! Мне нужно с ним поговорить! Ты, значит, непонятно где и с кем потерлась, и теперь все это хочешь свалить на моего сына? Не выйдет! Он еще ребенок! И я буду его защищать! Поняла? Ты шлюха малолетняя! Поняла ты меня! Я не шлюха! Не говорите так! Что происходит? О, хорошо, что вы появились. Я мать Валентина. А вы вообще в курсе, что происходит в вашем семействе? В курсе? Успокойтесь! Успокойтесь? Вы это мне говорите? Успокойтесь! Ваша дочь пытается повесить свою беременность на моего сына! Нагуляла непонятно от кого! Если она попытается предъявить нам претензии, значит, что я сделала! Пожалуйста, не кричите! Вам никто претензий не предъявляет! Мы сами разберемся! А сами они разберутся! Воспитывать надо было нормально! Воспитала шлюху! Выражение выбирайте! Стой! Что ты мне сделаешь? Побьешь ты меня, да? Уважаемая, так, женщины, успокойтесь! Успокойтесь! Уму неподстижимо! Залетела непонятно от кого! И теперь еще мальчика хочет окрутить! Из приличной семьи! Что ты смотришь на меня? Что? Не стыдно тебе? Пап… Ты что, беременна? Ярослав, давай потом поговорим, пожалуйста! А ты уже любовника сюда своего притащила? А, так понятно! Это у вас семейная! Все ясно, понятно! Что мать, что дочь! Да все, ушла я! Все ясно! Стефа едет со мной! Прямо сейчас! И на девочку не надо кричать! Ей и так непросто! Пап, не надо! Пожалуйста, Ярослав! Все будет хорошо! Поднимайтесь! Я тебя очень прошу! Поднимайтесь, поднимайтесь! Игорь! Я вспомнила. Возможно, у меня есть алиби. Проверьте, пожалуйста, телефон у всех маминых гостей. Они все фотографировались. Возможно, где-то в кадр попал этот чертов ящик с вином. Я видела, как его ставили в мамин багажник. Оба замка были закрыты. Его не распечатывали. Так, все. Давай-ка, успокаивайся. Все будет в порядке, слышишь? Воды принести. Кто этот мужчина? Почему папа назвал его твоим любовником? Его зовут Игорь. Игорь Алексеев. Он врач. И да, мы встречаемся. Почему ты раньше не сказала? Ну, я не знала, как сказать. Да и сейчас не знаю, как правильно поступить в данной ситуации. Стэф, не уходи. Маленькая, я никуда не уйду. Особенно сейчас. Я с тобой. Если ты уйдешь, я с тобой. Мы не сможем с Тёмкой без тебя. Ты где он, знаешь? У Маши, наверное. Кто такая Маша? Девочка со школы. Они встречаются. В ближайшие дни сделаешь аборт. Я договорюсь. Пап, я еще ничего не решила. Вдруг я хочу рожать? Этот вопрос буду решать я. Все будет хорошо. Не заставляй ее делать то, о чем она потом может пожалеть. Если она тебе мешает, я заберу ее к себе. К себе это куда? К своему любовнику? Пойдем-ка я тебе кое-что объясню. Я понимаю, ты думаешь, что с тобой случилась большая любовь. Это прекрасно, Стэфан, но ты ошибаешься. Ты знаешь, какие у него долги? Кредит на дом, на машину. Плюс дочь от первого брака. А зарплаты врача, она все не хватает. Ну надо же, как ты хорошо осведомлен. Я всегда хорошо осведомлен. Стэфа тебя используют, а ты этого не понимаешь. Ему нужна богатая наследница. Ты мне ничего нового о нем не рассказал. И наши отношения начались задолго до того, как я стала богатой наследницей. Я сегодня звонил следователю. Мартина действительно убила Галину Львовну. Есть доказательства. Какие доказательства? Я не уточнял. Если тебе интересно, можешь сама выяснить. Надо найти хороших адвокатов. Ну вот скажи, вот зачем это тебе? Ты хочешь, чтобы она вышла и забрала у тебя детей? Ты где? Ты в порядке? В порядке. Нину, собирай, поехали ко мне. Ты же видел, с Ярославом сейчас невозможно общаться. Она говорила гадости про тебя, про Мартина. Нину вообще насильно отправляет нам гуд. Стэф, что-то не похоже это на то, что ты про него рассказывала. Не похоже. Мы сейчас все в таком состоянии, что… Про Артема есть новости? Нина говорит, что, скорее всего, девочки свои. Хоть тут все хорошо. Завтра надо еще найти адвоката. Я с тобой. Спасибо. Ничего себе, это ты испек, Артем? Да, я испек. Мам, я шутила, он не умеет готовить. Это я. Пахнет потрясающе, ты не умница. Аккуратно, горячий. Спасибо. Это отец, открой, пожалуйста. Зачем ты его позвала? Извини, что поздно, работа. Ничего, я все понимаю, как всегда. Здравствуй, Артем. Здрасте. А я папа Маша. Вот это поворот, да? Ну да, мы же знакомы. Вы знакомы? Да, познакомили случайно. Артем, так что там все-таки с ноутбуком? Ты где его взял? Ну, я же сказал, я сам накопил, сам купил. Вот. И ты вот так вот сходу дорогой ноутбук подарил однокласснице? Ну, Машу нужен для учебы, а у меня уже один есть. Да и вообще, ну… А посмотреть на него можно? Ты пекла? Твоя дочь. Умница. Так… Ну… Говори пароль. Не знаешь или не помнишь? Чей ноут? Ну, глупо уже врать, понятно, что не твой. Так, понятно, партизанство, давай поехали. Пап, куда? Спокойно. Отвезу его домой. А то родственники уже всю полицию на ноги подняли. А с ноутбуком в отделении разберемся. Я с вами. Куда на ночь глядя, Маш? Мне тебе кое-что нужно сказать. Непуха. К черту. К черту. Ну? Слушаю внимательно, дочь. Это я подбила его на кражу. То есть, я не знала, что он так поступит, но это все из-за меня. Я тянула из него деньги. Требовала. Вот он и… Маша, тебе денег мало? Того, что ты даешь, хватает только на необходимое. А так хочется иногда маму порадовать. Цветы, новые шмотки, что-то вкусное ей купить. Ну, ты знаешь, я больше давать не могу. Да ладно. Я тебя ни в чем не обвиняю. Ну, ты теперь поняла, к чему могут привести такие необдуманные поступки? Воровство, конечно, ничем оправдать нельзя, но кажется, этот парень в тебя влюблен. Машон. Мне тебя так не хватает. И я злюсь на тебя. Машонь. Ну, я все понимаю. Будем с этим что-то делать. Можно съездить куда-нибудь. Например, летом на море рвануть. А мама? Возьмем маму с собой. Ага. А эта твоя Аннушка не будет против? Не будет. Не будет. Тёма тут. Когда он вернулся? Я ничего не слышал. Не знаю. Мы спали, наверное. Тёма. Тёмочка. Артём Ярославович. Подъём. Где ты был? Да не трогай меня. Я задал вопрос. Ярослав, не надо. Стефа, уйдите. Я хочу поговорить с сыном, как мужчина с мужчиной. Спокойно поговорите. Где мой ноутбук? Я на тебя в полицию заявлю. Мне всё равно, что ты мой сын. Где мой ноутбук? Да заявляй. Всё равно твой ноутбук уже у полиции. Где? Удалось? Удалось. С трудом. Всем отделом голову ломали. Курахов хранил эту тайну за семью замками. Вернее, за семью уровнями защиты. Но ты не зря решил его проверить. Посмотри. Глухов, который обнародовал завещание Галины Полозовой родственникам. Я так и знал. Да, с виду и не скажешь, что Курахов способен отравить собственную тёщу. Подожди, а как же запись камеры? Поехали. Дети уже в гимназии? Да, уже ушли. А ты куда собралась? К Мартини. Игорёк твой будет там. Иди сюда. Ярослав, ты чего? Ярослав, ты что? Дома посидишь. Ярослав! В общем, он заплатил мне столько, сколько я не зарабатываю за целый год. Меня не интересует сколько. Подмени видеозапись, и вы пошли на преступление. Да поймите, он меня заставил. Практически вынудил. Нам нужны все видеозаписи, сделанные в этот день. Да, конечно. Что такое? Ярослав Артёмович менял не только записи наших камер. Он сказал, что там работал наш ресторанный оператор. В зале снимал. Ну, сказал, чтоб я вышел на него и удалил кусок его видео. Ну, в общем, я этот кусок оставил для себя. Вот. Бокал невесты должен быть всегда полон. Галина Ивановна, совет да любовь. За вас. Спасибо. Так, Аня. Этого в отделении я задерживать Курахова. Мартина? Здравствуйте. Поздравляю. Мы с Астафей думали, вам понадобится адвокат. А вы меня знаете? Потому что я вас нет. Не, Игорь, будущий муж Стефы. Как? С настоящим у неё что, всё? Всё. А где сама Стефа? Мы договорились здесь встретиться, но она, видимо, опаздывает, детьми занимается. На телефон не отвечает. У неё это частая история. Я предлагаю, давайте присядем в кафе, подождём её. И у меня есть несколько вопросов по поводу Ярослава. Вы же хорошо его знаете. Давайте мы всё-таки поедем по Есим Стефу, а по дороге зададите свои вопросы. – Есим Стефу. – Есмель. Стефу. – Есим сга. Мы остановимся. Стефу. – Есим сcity. Погоди. Стой. Стой, стой. Ну, откуда я мог знать, что мама такой дурдом устроит? Я вообще не собирался ей говорить. Случайно вышла. Мне абсолютно все равно. На ваши с мамой расклады. Понятно? Я сама со всем разберусь. Так, как ты и советовал. Прости меня, слушай. Прости. Я подумал, что мы и правда могли бы... Звонок. Привет. Привет. Можно тебе на минуту? Да можно, конечно. Я бы хотела сказать, извини меня, пожалуйста. Я вела себя как полная дрянь и втянула тебя в эту историю. Ты что, Маш? Ну, ты вообще не виновата. Я же понимаю, у тебя мама. Пасался я в такой ситуации. Я бы вообще не справился. Ты молодец, справилась. Вот. Ты умничка. Правда. Ты больше не должен мне доставать деньги. Ты мне нравишься, Тюм. Погоди. Ты серьезно? Да. И мой папа не такой монстр, каким я тебе его нарисовала. Я понял. Он просто ушел от вас, а ты там переживаешь, ревнуешь. А вообще, он классный мужик. Да? Да. Что делать будем? Ждать? Или на работу к нему мотнемся? Саша, смотри. Добрый день. А что вы здесь делаете? Не открывают. Вы не знаете, где Курахов? Откуда? А ваша сестра? Я думал, она здесь. Это ее? Да, это ее. А что случилось? Почему это у вас? Так. Открыто. Господи, а они что, дрались? Александр Петрович, какого черта, что здесь происходит? В квартире никого. Я подозревал, что он сбежит. Кто? Ярослав? Мартина Юрьевна. Ваш бывший муж опасный, хитрый преступник. Он ловко запутал следствие, пытаясь все свернуть на Кравца, а потом на вас. То есть, нашу мать убил Ярослав? Да. Расскажите мне все о вашем бывшем муже как можно подробнее. Похоже, что он взял вашу сестру в заложницу и сбежал. То, что вы расскажете, поможет нам в поисках. Да он гад. Я только что говорила об этом Игоре. Он просто способен на все. Таким образом, через полгода вы вступите в права на следование. А пораньше никак нельзя? Нет, к сожалению, пораньше никак нельзя. На нарушение закона я пойти не могу. Да неужели? Прям не можете. Следователь Ивашенко. А вам бы я не советовал иметь дело с юристом Глуховым. Он сам под статьей ходит и вас под статьей подведет. Что вы себе позволяете? Не обращайте внимания. Это все наглая ложь. Всего доброго. Еще увидимся. Где сейчас находится Ярослав Курахов, по указанию которого вы составили ложное завещание Галины Полозовой? Я ненавижу попкорн. Меня от него тошнит. Не знаю, я вообще не могу смотреть кино с попкорном. Но я надеюсь, вы не сможете. Артем! Чего? Иди сюда. Папу объявили в розыск. В смысле какой розыск? Артем, ну нужно срочно домой. Маш, прости. Нужно срочно бежать. Спасибо тебе большое. Я просто совсем не умею готовить. Если бы не ты, дети бы сегодня голодали. Не за что. Какого фига? Вы кто? Вы ее новый любовник? Что происходит? Почему папа в розыске? Так, все успокоились. За обедом я все объясню. Да не надо мне ничего объяснять. Вы метайтесь отсюда обо всем. Артем, выслушай меня. Я хороший друг Стефы. А, то есть ты любовник Стефы, да? Яна тоже. Никому тут нельзя доверять. Артем! Артем, стой! Я говорю... Артем! Отпусти ты! Меня вообще никто, чтобы указывать. Ясно? Я пойду... Никуда не пойдешь! Я говорю, я пойду! Да я скажу вам сейчас. Все как есть. Ваш отец убил вашу бабушку. Именно поэтому его объявили в розыск. И сейчас он в бегах. Полиция считает, что он взял с собой Стефу, как заложницу. Когда все это кончится, все обязательно кончится. Хорошо. Стефа будет жить с Игорем. Они любят друг друга и хотят быть вместе. Ситуация сложная, но мы ее с вами переживем. А сейчас вы должны вести себя достойно. Как взрослые, разумные и ответственные люди. А не как двое капризных малышей, которые только усугубляют сложившуюся ситуацию. Ясно? Да, слушаю. Вижу, да. Сейчас спущусь. Пойдемте. Обед на столе. Ты куда? У Гали было подпольное казино. О его существовании членов семьи знал только Ярослав. Ну и я. Полиции, само собой, ничего не известно. Так что пока Ивашенко со своим будет проверять официальные адреса Гали, мы с тобой проверим казино. Стефа теперь тоже знает про казино. Недавно Ярослав ей рассказал. Там такое помещение. Специфическое. Склад, подсобки, подвал. Короче, есть где прятаться. Ладно, пойдем. Как давно вы знакомы с Кураховым? Давно оказываете ему подобные услуги? Или подлог завещания Галины Полозовой по его указке – это отдельный случай? Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы в отсутствие своего адвоката. Так сбежал ваш адвокат. У вас с Кураховым был бартер, верно? Сколько раз он помогал вам выпутаться из неприглядных историй? А он что, один? У меня и другие защитники есть. А я не сомневаюсь. Где Курахов? Вам, гражданин Глухов, грозит статья. И не одна. И уверяю вас, я сделаю все возможное, чтобы вам впаяли максимальный срок. Так что подумайте. Сотрудничество со следствием в ваших интересах. Я не поняла, что именно Ярослав Артемович вам просил передать? На самом деле мы ищем его самого. Он похитил свою жену. Как похитил жену? В смысле? Курахов преступник, Женя. Он убил Галину Львовну. Идем. Этого не может быть. Это? Это какая-то ошибка. Нет, это не ошибка. Он в розыске. Будьте внимательны, не исключено, что он сюда вернется. Маловероятно, конечно, но все может быть. Так а мне что делать, если он появится? В полицию мне нельзя. В полицию и не надо. Я не хочу, чтобы имя Галли поласкали в связи с этим казино. Мне сообщишь. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Выходи Куда ты меня привез? На нашу дачу Гераслав, мне больно! Пошли Ярослав, что происходит? Ставь и поверь, так будет лучше для всех Ярослав! Зачем ты меня сюда привез? Побоялся, что ты от меня уйдешь Что? Да Алло, Ярик, привет Послушай Есть дело, давай с тобой встретимся Ты сейчас где? Что? Козлы Уже зайдет и меня держат Я не успела, звоните еще Звоните Он включил телефон Ярослав! Нас наверняка уже ищут! Я в курсе Но в тюрьму я не собираюсь У меня еще много планов Стэпа Стэпа, прошу тебя, сядь и веди себя Веди себя тихо Стэпа, подожди! Стой! Стэпа, стой! Отпусти! 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 Стэпа, не надо! Это ты, ты убил мою маму! Спасибо, извините Все, забыл и плащил Документы Повнимательнее надо Простите, что не приглашаю в дом Не хочу тревожить детей Они уже и так Что-то выяснили? Ничего И в казино уже были Там тоже пусто Она была в сети вчера и все Больше не заходила А смысл ее ждать в сети, а? Ну, может она найдет какой-то способ С нами связаться Какой способ, Артем? Ну, что ты такое говоришь? Она последний раз телефон брала Несколько часов назад Наверное, папа Отец Его отобрал Сначала мать нас бросила Потом отец Оказался убийцей Класс Просто класс Почему это все с нами происходит, а? Где наша Стефа? Так, Нин Во-первых, поспокойся Во-вторых, я уверен, что ее найдут Ясно? Ясно Что полиция? Я звонила Ивашенко Они проверяют адреса Еще взяли подельника Ярослава Вот этого юриста, который составлял завещание Допрашивают Держите меня в курсе Хорошо Поехали Слушай, не такая жена плохая, как мы ее описывали Она зачем-то внешне на бабушку похожа Она тебе что, уже нравится? Еще пару дней назад ты не мог о нее даже слышать Знаешь, а этот Игорь тоже ничего такой А он тебе что, нравится уже? Ты с ним говорила буквально минуты три и все Уже такие выводы? Обезьяны Пусто Так, давайте по домам, я не имею права таскать вас с собой Да, Мартина? Я вспомнила Когда-то давно Ярослав отвез меня в дачный поселок И запер там на неделю Хотел, чтобы я рассталась с Димой Вот такие были методы И я подумала, а вдруг Стефа сейчас там? Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мартин, ну постарайтесь вспомнить. Может какой-то забор был особенный, не знаю, ворота, дымоход. Может быть там колодец был на территории. Простите, можно вас на минутку? Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А, из полиции, да? Да, не беспокойтесь, я у вас пару вопросов. Может вы нам подскажете их, здесь, здесь дом Курахова Ярослава? Да, вроде тут таких нет. А фамилия Полозова вам о чем-то говорит? Нет, вроде нет. Может быть вы здесь встречали этого человека? Не, никогда. Но если вдруг вы его увидите, позвоните, пожалуйста, вот по этому номеру. Ага, поняла. А он что, преступник, да? Да, и очень опасный. Извините за беспокойство, спасибо вам. Ага, и вам. Стоп, вот его машина. Это здесь. Я уверена. Оставайтесь здесь и ничего не предпринимайте. Помогите. Справа, не забудьте. Продолжение следует... Надеялся со границы уйти. Срочно вызови мне наряд и пусть собачьих захватят. Остановитесь! Пошел! 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 Тема! Нина, ты чего, развлечилась умываться? Вызывай скорую! Нина, что случилось? У меня мой кидыш! Вызывай скорую! Ты беременна? Скорую, скорую. Сейчас вызову. Подожди. Сейчас вызову! Твоем в дом. Вы во двор. Что у вас? Они где-то рядом далеко уйти не могли. В доме нашел сумку, деньги, загранпаспорт. Поддельно, естественно. Ясно. Раз не взял, значит, в срочном порядке драпал. Ну, или планируют вернуться. Так, иди сюда. Вы здесь больше не нужны? Можете ехать в город. Что мы там будем делать? Сидеть и ждать? Ну, пожалуйста. Мы же все-таки ее родственники. Может быть, мы можем быть чем-то полезным. Мало ли какая ситуация. В сложившейся ситуации вы проблемы, а не помощь. Давайте идите на автобус. Не надо подставлять ни себя, ни меня. Послушайте, я профессиональный реаниматолог. Если что-то случится, я смогу оказать первую помощь. Или у вас принято скорую дожидаться? Я останусь. В этом есть смысл. Но я могу… А вы, Мартина Юрьевна, домой. Он прав. На связи. Ага. Молодой отец. Я брат. Что с ней? Ну, да. Вы же как две капли. Зову тебя как? Артем. Слушай, Артемка. Для того, чтобы мы могли Нину лечить, мне нужно разрешение ваших родителей. А Нина что говорит? Ну, то, что говорит Нина, не имеет значения. Она несовершеннолетняя. Слушай, а родители знают, что она беременная, что она в больницу попала? И вообще, почему ты ее привез? Найдите Мартину. Мартину Юрьевну Полудзову. А это кто? Ваша мать? Опекунша? Ну, ладно. Диктуй мне ее номер телефона. Я не знаю. То есть, как не знаешь? Как это… Не знаю. Говорю правду. Пожалуйста, просто найдите Мартину Юрьевну Полудзову. Пожалуйста, просто найдите ее, пожалуйста. Мартина Юрьевна Полудзова. Просто найдите Мартину и все. Да? Что? О, ну еще раз. Здрасьте. Ну что, нашли кого искали? Нет. Что-то ты красавица совсем бледная. Не завтракала, наверное. Пойдем я тебя бутербродиком угощу. Это позже. Скажите, машина есть у вас? Ну да, уже. Пожалуйста, мне очень нужен город. Пойдем, милая. Пойдем, пойдем. Пойдем. Женя, слушай меня внимательно. Срочно привези мне все деньги, которые есть в казино. Да. Давай так, через час. Поселок Олюжное я буду ждать тебя возле автобусной остановки. И запомни, если хоть слово кому-то скажешь, я вас всех за собой подяну. Я тебя первый. Собака взяла след. Давай-давай. Ищи. След. ПОåt cou dues. Вообще, Доста. Шасси. Хвобис. Ну мы вернемся к призывали его. О, еще одно несчастечко. Так, Ген, держи. Приятного тебе аппетита. Ольга, смотри, кто это у тебя? Она или чокнутая, или бухая? Свою тарелку смотри, Ген, я сама разберусь. О, а тебе кто так? Муж. Вот же ж гад. Мне бы позвонить срочно. Ну, сейчас. Присядь, пока. Давайте, может, я поведу? А что не так? Да медленно очень. Медленно, да уверенно. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ищи, следуй. Ищи, следуй. Собака след потеряла. Нужно рассредоточиться. Иди сюда. Пойдем. Что? Так, смотрите. Да? Став, а ты в порядке? Понял. Где ты? Я в кафе. Дубраво. Кафе Дубраво. Северо-западная трасса. 90-й километр. Услышал? Дай ключ от машины. Будь там, никуда не уходи. Я сейчас буду. Все в порядке. Успокойся. Кажется, я его вижу. Дед, укрите! За деревьев. Куракер, стой! Куракер, стой! Куракер. Курака. Куракер, стой! Пойдем, хоть умуешься. А то любимый приедет и испугается. Туда. Нинка, ну все, все будет хорошо. Хорошие мои. Привет. Ну как, поняла, уже чего хочешь? Мне страшно. Страшно принять решение? Понимаю. А врач, что говорит? Говорит, прерывать. Возраст, не справлюсь. Где он? Только что был тут. Я скоро приду. Нинка, ну чего ты, а? Плачь. Ты этого врача особо не слушай. Знаешь, чем заканчивается первый аборт? Бесплодие. Заделала? Придется рожать. А то вообще без детей останешься. Занимайтесь, пожалуйста, своими делами, хорошо? Да ради Бога. Нам-то что? Ей жить. Хорошо, что вы это понимаете. Ну все. Я мама Нины Кураховой. Точно. А то Артем даже не мог назвать мне номер вашего мобильного. Точно. Я их мать. Паспорт ваш можно? Спасибо. Так. Хорошо. Ну что? Подпишите разрешение. Я выпишу направление на все анализы. И завтра, послезавтра сможем прервать беременность. То есть все так однозначно? Другого выхода нет? Ну почему же нет? Мартина Юрьевна. Есть, конечно. Только я думал, вас другой выход не устраивает. Так вы хотите, чтобы она рожала? Я не хочу принимать решение за нее. А она сейчас в таком состоянии, что может мысли в кучу собрать. Ну, мы, можно сказать, вместо вас вашу работу делаем. Подговариваем не над беременностью. Местами даже краска отгущает. А вы, оказывается... Организм, конечно, справится. Ей надо просто несколько дней понаблюдаться и все. Но подумайте сами. Сейчас ей пятнадцать. А родит шестнадцать. Вы думаете, она будет заниматься младенцем? Все это ляжет на вашей плечи. Знаете, ни меня, ни Нину запугивать не нужно. Просто скажите, она в принципе может выносить и родить этого ребенка? Это все, что от вас требуется? В принципе, да. Спасибо. Пожалуйста. Бедненькая, что ж ты пережила? Его нашли? Да. Поехали, я по дороге расскажу. Сейчас, подожди. Оля? Да. Можно? Оля мне очень помогла. Можно сказать, посла меня. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я понял, сейчас. Ой, да даже не начинайте. Вы что, чай, бутерброды… Пожалуйста, я настаиваю. Внимание и понимание. Спасибо вам огромное. Спасибо. Везите ее домой, берегите. Отдыхай. Счастливенько. Женя. В тебя стреляли? Давай, деньги. Как ты? Бураков, стой! Ты арестован! Спасибо. Меня спасло только то, что он не ожидал от меня такой реакции. Я и сама от себя не ожидала. Брось пистолет! А вот и он. Девушка, а вы не спешите. Угу. Ранен? Да. Пустите. Ранение одно? Одно в плечо. Сейчас. Так. Голова кружится? А в больницу его надо. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот этот я купила в Таиланде. Можно попробую? Это просто магия. Мажешь на ночь и с утра у тебя ни синяков, ни прыщиков, ни морщин, вообще ничего. Лицо-то останется? Так, ты хочешь ужинать или, может, чай? Нет, я соберусь и к Нине съезжу. Так с ней же Артём. Ну, я хочу её увидеть и потом. Ну, Артём мальчишка, что он может? Так, подожди. Во-первых, с Ниной уже всё в порядке и, скорее всего, она спит. Во-вторых, Артёму уже пора перестать быть просто мальчишкой. Ты думаешь, мы можем их оставить в такой ситуации одних? В данной ситуации можем. Но иначе они никогда не повзрослеют. Дорогая, ты и так слишком многим пожертвовала ради других. И мне кажется, тебе пора перестать откладывать свою жизнь и ждать, пока у всех всё будет хорошо. Потому что иначе твоя жизнь может и пройти. Ты лучше скажи, куда ты Игоря пригласишь. Мне кажется, с вами есть что отпраздновать. Обычно он меня куда-то приглашал. Ну, так внеси разнообразие. Он у тебя хороший. Угу. Так, ну, пулю мы извлекли. Рана хорошая, чистая. Но я в любом случае ещё подежурю до утра. Ну, посмотрю за ним. Да просить когда смогу. Да от наркоза отойдёт. Я думаю, завтра к обеду уже сможете поговорить нормально. Так, ну что, как там пациент? В порядке. Павел Иванович, а что по поводу моего вопроса? Как вы? А работу берёте? А, ну, завтра с трудовой жду у себя. Ну, поздравляю. И спасибо за всё. Давай чайку. Давай. Пойдём в ординаторскую. Пойдём. Ну, когда он уже откроет эту дверь? Да ща, погоди. Привет. Так, здорово. Я, наверное, пойду. Вы тут пока пообщаетесь там, поговорите. Ты ему сказал? Нет. Ясно. Так, я заеду и тебе что-то взять? Бургер, может? Милкшейк. Милкшейк. Окей. Давай. Ну, как ты? Я тебе принёс кое-что. Мне ничего от тебя не надо. Прости меня. Я подумал и я решил, что должен быть с тобой. Должен? Да. То есть, нет. То есть, я... Я хочу быть с тобой. Ты маме сказал? Пока что нет. Но я ей обязательно скажу. Обещаю, она больше никогда не будет тебя донимать. А? Извините, я вас разбудил? Нет, я уже проснулась. Знаете, я рад, что всё благополучно закончилось. Да. Кофе будете? Не откажусь. А я в Штаты решил вернуться. Написал им уже, они готовы меня принять. Вот зашёл попрощаться с вами. А зачем ему уезжать? Вы могли бы взять на себя теннисную академию? Даже не знаю, а... Вы могли бы это сделать в память о маме. Вы большой профессионал. У вас огромный опыт. Вы это сделаете лучше, чем кто бы то ни был. А Мартина? Она согласится? Ну, мы у неё спросим, но я думаю, она будет не против. Ну что? По рукам? Тогда я за. По рукам. Хорошо. Я вам чем угодно клянусь. Дичьми клянусь. Я понятия не имею, зачем он всё это подстроил с этим видео. Я ж не знала, что он хочет подставить Мартину Юрьевну. Ну, а что же вы думали, Евгения? Что это игра такая в переодевание? Или что Ярослав просто хочет посмотреть, как вы выглядите в похожем платье, с похожей прической, как у Мартины? Нет, я понимала, ситуация странная. Но Ярослав, вернее, Ярослав Артёмович меня попросил, и я сделала. А вы всегда делаете всё, о чём он вас просит? Он просто очень меня попросил, понимаете? И тем более он почти всё сам делал. Сколько он вам заплатил? Нисколько. Курахов, ваш любовник? Да. Скажите, что теперь со мной будет? Следствие покажет. Деньги, которые вы ему привезли, откуда? Так это его, они просто лежали у меня дома. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу быть полезен? Столик на Стефанию Ползову. Одну минутку. Да, есть такой заказ. А куртку? Да. Пожалуйста. Сюда проходите. Вот ваш столик. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Привет. Тебе. Прости, что опоздал. Задержали в клинике. У нас такое наплыв клиентов. Ух. Красивые. Это ты очень красивая. Ну что? Шампанское, Ваня? Молодой человек. Будьте добры, потолочку шампанского. Хорошо. Спасибо. Я такой счастливый. Я тоже. Мы, наконец, будем вместе. Хочется строить планы на будущее. Правда, я не знаю, с чего начать. А я тебе скажу. Уважаемая Стефания. Так. У нас в клинике освободилось место педиатра. Не хочешь ли ты его занять? Ты же хотел вернуться в профессию. А я смогу? Пойдешь на полставки и дальше сама посмотришь. В любом случае, с Рудькой я уже договорился. Он готов собеседовать тебя хоть завтра. Да. Я бы попробовала. Ну вот, теперь все. Ясно и понятно. Правда, один вопрос меня по-прежнему мучает. По поводу Нины и Темы? О них не переживай. Я видел, Мартиен в действии. Это ураган, а не женщина. Ну что? За нас. За нас. Ой, наконец-то выписали. Я так устала от этих больниц. Ну, ты хорошо себя чувствуешь? Супер. Вот прям вообще не переживай. Хорошо. Тем, а как там в гимназии? Да ждут тебя все, ждут. Даже Маша? А как у вас вообще? Слушай, ну моя личная жизнь тебя вообще-то не касается. Класс. Значит только моя личная жизнь касается всех, да? Ребят, вы о чем? Ну я вообще-то ее с Валиком помирил, а она неблагодарная. О, я рад за вас. Даже его мама сказала, что не будет нас беспокоить. Стоп. У меня есть предложение для всех. Давайте будем жить вместе. Стефа, тогда нам не придется с тобой никого и ничего делить. М? Квартир у нас много, есть даже загородный дом. Выбирайте. Мне все равно где, лишь бы с вами. Я согласна. Ну, давайте попробуем. Прочтите, если все в порядке. Распишитесь. Да что там читать? Давайте. Дело закрыто. Дальше будет решать суд. У меня еще один вопрос. Не для протокола. Самому любопытное. За что вы так Полозовых ненавидите? А за что мне их любить? Мир, знаете ли, несправедлив. Одним все, а другим ничего. А я вон всю жизнь впахивал с самой юности. И что я с этого имел? Ноль. А на этих? На этих валилось все просто так. Как с неба. А за какие такие заслуги? Они что, особенные? Когда мне подвернулась Мартина, я подумал, вот он, проект моей жизни. Вот он, шанс. Но не тут-то было. Галина Львовна долго меня к бизнесу не подпускала. А эта дрянь, Мартина, гуляла направо и налево. И в итоге бросила меня и двух наших детей. Ну, допустим, у вас были причины не любить старшую Полозову и Мартину. Но Стефа, что сделала вам она? Стефа? Галина Львовна решила компенсировать мне мои переживания. И подложила под меня Стефу. Но я-то хотел другого. Мне нужны были деньги, высокая должность, статус, а не Стефа. Ну, ничего, прорвемся. А с тещей мы в расчете. Ну, ты негодяй, Курахов. Удачи. Удачи. Я сейчас. Угу. У меня облака будешь? Давай. Спасибо. Подержи. Давай. Я по глазам ложу, ты выгляжешь. Мам, понял? Талисман. Удачи. Спасибо. Спасибо. Давай. Так, Тюма, соберись. Главное, инициативу сразу на себя. С первого мяча, ты меня понял? Все, давай, я в тебя верю. Тем, удачи. Все хорошо, переживать вообще не о чем. А с температурой что делать? Сбивать? Нет, не сбивайте, она просто переохладилась. Завтра уже все будет хорошо. Таточка, ты слышишь, что говорит тетя доктор? Нельзя убегать от мамы. Пойдем. Ну что, семья? Артем! Артем! У меня ракетка. Спасибо. Ты крутой. Спасибо. Молодец, Тюма. Так, давайте все, устраивайтесь. Сделаем селфи для Степы. Ракетка! Ракетка! А-а-а-а! Что ты хочешь? Я не знаю. Наверное, дети что-то прислали. Ну что, Стефания Юрьевна, как проходит ваш день? Смотри. Классные. Красивые такие. Да. И вечно меня все отвлекают. Что, вы не видите, что я работаю? Ты счастлива? Счастлива. Счастлива.